9 мая в Гагре отметили 73-ю годовщину со дня победы Великой Отечественной войне. В честь этого у памятника неизвестному солдату прошли памятные и праздничные мероприятия. В этот день почтили память всех погибших в Великой Отечественной войне и славили Великую Победу. Как и каждый год, к памятнику неизвестному солдату руководства района, представители службы и организации района, общественность города возложили цветы. Также школьники, одетые в военную форму с фотографиями своих дедов и прадедов и героев Советского Союза, приняли участие в церемонии. Затем состоялся небольшой митинг, на котором выступили глава администрации Гагрского района Геннадий Сичинава, председатель собрания Астана Аграба, защитница блокадного Ленинграда Нина Ческис. Они в первую очередь выразили благодарность всем ветеранам за Великую Победу, пожелали ветеранам Великой Отечественной войны, встречающие в этом году очередную годовщину, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Сегодня, как вы видели, в Гагринском районе была организованная праздничная программа с выступлениями артистов, ансамблей, где были поздравления ветеранам, жителям района. Это праздник, он мировой, он имеет свои традиции, и каждый житель, наверное, всего мира, который слышал, зная об этой войне, с достоинством проводит эти мероприятия и вспоминает наших ветеранов, тех людей, которые отдали жизни для того, чтобы мы могли мирно жить и трудиться. Всем желаю мира и добра. Особенно хочу поздравить всех ветеранов с Великим Праздником 9 мая. Здоровья вам, терпения вам, удачи вам. Ваш подвиг никогда никто не забудет. Ваш подвиг и помог нам в нашей войне, в 92-93 года, победить врага. И дай Бог, чтобы больше в мире нигде войны не было. Еще раз вас всех с праздничком. Мира и добра. В этом году в Гагрском районе День Победы встретили 20 ветеранов, и лишь некоторые из них смогли прийти на данное мероприятие. Ежегодно в эти майские праздники Гагру посещают гости из России, защитники плакатного Ленинграда. Они тоже присутствовали на праздновании Дня Победы. Поздравляю всех и абхазов, и российских, всех граждан с праздником общим, с праздником со слезами на глазах, С праздником, который святой, самый святой праздник нашей могучей, величавой страны. Поздравляю всех участников войны, те, которые остались без живых, а те, которые положили головы, то они в памяти у нас. Благодарю всех за большое внимание, благодарю всех, которые уделяют особо к нам сейчас участникам войны. А мы одновременно благодарим всех администраторов, которые благодарят нас и к нам относятся по-хорошему. Я поздравляю с праздником, который, так сказать, буду посещать каждые все оставшиеся годы. Здоровья всем и огромное спасибо, что вот столько доброго, удивительно красивого и хорошего, редко в какой стране. И я сюда приезжаю с любовью. Во время Великой Отечественной войны только из Гагарского района ушли на фронт более 11 тысяч человек. Из них не вернулось домой более двух тысяч. Гагарский район может по праву гордиться своими героями Советского Союза, их пятеро. Это Ясун Кукускерия, Рожден Барциц, Виталий Попков, Мигран Бастанджан и Арутюн Мелитян. После официальной части церемонии составилась праздничная программа. В ней приняли участие танцевальные коллективы района, учащиеся школ. Они прочли стихи, исполнили военные песни, зажигательные кавказские танцы и поставили музыкальные номера на военную тему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова